Кстати, Наталья Нарочницкая, бывший депутат Государственной Думы России, выступая в эфире Первого канала, сказала о том, а давайте все разбомбим ковровыми бомбардировками по Курской области, вот все, что там есть, давайте уничтожим. И это, собственно, я видел комментарии, в том числе в российских пабликах, когда, подождите, ну там же есть россияне, как это всех разбомбить? Ну вот это уже звучит в эфире главного российского пропагандистского канала. Это философия определенная, как вы думаете? Не, ну это еще одна дура, которая заседает в Государственной Думе, а туда же бывшая. А бывший депутат уже не заседает? Бывший, ну заседала, это не имеет значения, там таких пруд-пруди. Дело в том, что языком молоть это одно, а дела делать это другое, во-первых. Во-вторых, во-вторых, на российских каналах федеральных, видимо, туда не поступили методички. И там уже мелят, что попало, как для Путина и как для власти. Или же так надо, или же поступили методички и пошла работа против власти, против Путина. Потому что говорят очень крамольные вещи на российских уже федеральных каналах. Я все отслеживаю. Говорят о том, что вот мы говорили, нам говорили за три дня, прошло две недели, а что предпринимает государство и так далее. Почему мы бросаем людей? Почему Украина наступает? Если Карен Шахназаров, один из оплотов вообще путинского режима, когда-то неплохой кинорежиссёр, а ныне просто фашист, просто конченый фашист, Карен Шахназаров заявляет официально в студию Соловьёва, что мы должны быть готовы, что мы можем проиграть. О, до них уже доходит. Ну, конечно, они не могут проиграть, они проиграют. Просто некоторые, кто поумнее, уже себе какие-то пути для отступления ищут, как тот же Шахназаров. Но он что думал? Там же всё просто. Бартер, я тебе должность генерального директора Мосфильма, на который ты можешь неконтролируемо воровать, и государство тебя не будет трогать. А ты мне лояльность и преданность и верность и говори то, что надо мне. Это ж очень простые вещи. Конечно, ни в какие СВО, ни в какую деноцификацию и демилитаризацию Украины Шахназаров не верит. Просто негодяй, циник и подонок, как они в массе своей все. Я не верю в идеологию, она может быть только у недалёких людей. Умные всё понимают, но работают по методичкам за большие бабки. У меня, как вы считаете, есть возможность как-то выскочить теперь из условной петли. То есть Каран Шахназаров, человек, который снял «Курьера», который снял «Из джаза», который снял «Зимний вечер в Гаграх», как раз в советское время показывал, что можно снимать не по-советски. Потом гендиректор Мосфильма. И человек, который не вылезал из эфиров Соловьёва. И вот сейчас он складывается впечатление, что действительно пытается как-то сманеврировать в этой ситуации. У них остаётся окно возможностей. Вы ещё вспомните, кем был его папа, Георгий Хостроевич. Он был многолетним помощником Горбачёва в перестроечные годы, между прочим. Сможет ли Шахназаров петлянуть и спрятаться? Я не исключаю ничего. Спрятаться может даже Путин. Возможны разные варианты. Запад может дать ему неприкосновенность и гарантии жизни в обмен на то, что он в решающий момент что-то сделает, что нужно сделать. Я не исключаю ничего. Отпетлять и избежать наказания могут многие. Но я не верю в то, что убегут или не будут распятыми, или повешенными, или приговорёнными такие деятели, как Соловьёв, Скобеева. Они виноваты в украинской, а теперь уже в русской трагедии гораздо больше российских генералов. Вот эти пропагандисты, которые годами методично разжигали ненависть, дезинформировали российское общество, рассказывали страхи и небылицы и ужасы о Бандеровской якобы Украине, в результате чего эти отмороженные идиоты шли убивать украинцев. Они несут большую ответственность и сделали больше для войны, чем российские генералы. Вот это я точно знаю. Это как радио «Тысяча холмов» в Руанде, когда проводились исследования. Как раз даже были исследования, по-моему, британцы, что там, поскольку «Тысяча холмов», поскольку много гор, вот там, где радио не добивало, отношение «Хуту» к «Туци» было гораздо лучше. То есть не было такого проявления геноцида, как там, где это радио хорошо ловилось. Я думаю, что если бы Геббельс воскрес и услышал бы Соловьева несколько вечеров, он бы сказал, а что, так можно, оказывается? Так мы не дорабатывали, сказал бы Геббельс. Вы общались когда-то с Владимиром Соловьёвым? Нет. Нет. То есть никогда не было желания взять у него интервью ещё до войны? Вы знаете, на первых порах я бы с ним поговорил бы. Но он со мной не говорил бы точно. Он мне уделял в своих эфирах столько внимания, что просто он меня и... Кем только он меня не называл — и фашистом, и нацистом, и бандеровцем, и подонком, и гадостью какой-то. Он просто... Не было эфира, бывало, чтобы он обо мне не вспомнил. И, конечно, понятно, почему. Потому что у него была такая задача, и он понимал, что надо бороться со мной лично. Смотрите, у нас очень много общих знакомых. Портрет Соловьёва для меня понятен. Это очень талантливый человек. Абсолютно циничный, абсолютно прозападный, который принял условия игры, получает за это миллионы долларов и беззаветно предан получаемым миллионам долларов. Всё. Никакой идеологии, ничего. Хорошая семья, мама замечательная у неё была, абсолютно еврейский человек. Но подонок из подонков, которого, конечно, настигнет, если не кара правосудия, то кара Божья тысячу процентов. У вас есть такое чисто человеческое разочарование? Вот мы как-то с вами этот вопрос затрагивали. Но в контексте такого цинизма, который царит в российской политэлите и даже окружении в шоу-бизнесе, там есть люди, которые вас искренне разочаровали? То есть, возможно, уверовав то, что говорит Владимир Путин или ретранслирует Владимир Соловьёв, скажем так. Мой покойный друг, великий грузин Вахтан Константинович Кикабидзе, когда русские напали на Грузию в 2008 году и когда русские танки шли к Тбилиси, и когда его коллеги, с которыми он дружил, с которыми были отношения, которых он любил, они выступили за Путина против Грузии, он спел замечательную песню, где были такие слова «Вы меня не предали», «Разочаровали». Вы знаете, есть определённое количество людей в России, которых я любил, которые любили меня, которые просто оказались ничтожно какими-то маленькими, испортившими свой некролог, суетливыми личностями, которые казались большими, всё понимающими, любящими Украину, часто приезжающими сюда, признающимися Украине в любви, которые были абсолютно умными, продвинутыми, просветлёнными личностями, которые на фильмах и книгах и песнях которых воспитывался весь Союз и потом Россия и Украина несколько поколений. Они оказались ничтожно мелкими, но эта история всё рассудит. Конечно, они разочаровали. Конечно, вот они глыбы, с которыми мне приходилось дружить, общаться, с которыми связывали огромное количество событий, отношений, встреч, застолий, откровений, каких-то переживаний. Вот видео, вот фотографии. Конечно, из памяти это всё убрать невозможно. Я для себя сделал водораздел. Это было до. То есть вы оставляете для себя какой-то образ этих людей, даже если после начала войны эти отношения изменились, но вы вот не обнуляете это полностью в себе? Они не изменились, отношений нет. Но, понимаете, вот я знаю, что это было со мной и с ними в той другой эпохе, в то другое время. Это было, это казалось чистым, казалось искренним. Я это не зачёркиваю, это было, но это было и прошло. А сейчас другое время. И в этом другом времени они оказались подонками, такими, как Путин, как масса этой русской черни, грязи. Они поддержали войну против моей страны, против меня. Они поддерживают то, что нас убивают, что нас бомбят, что летят ракеты на нас и дроны, и бомбы, и всё что угодно, разрушают наши города. Они не встали, хотя бы не уехали из России, не сказали ни слова. Они поддерживают или молча поддерживают. Это варварство в 21 веке. Поэтому, ну как я к ним могу относиться? Всё зачёркнуто, всё испорчено, испоганено, испохаблено, вычеркнуто, и их больше нет. А то, что было тогда, то осталось тогда, там, на том берегу. Лариса Долина недавно попала снова в фокус информационного внимания. Там история с мошенниками. Лариса Долина один из наиболее ярых сторонников, одна из наиболее ярых сторонников политики Владимира Путина. Вы же общались. Вы знаете, очень мало, очень мало, несколько раз буквально. Один раз в жюри с ней сидел на каком-то конкурсе, мы были членами жюри, и в 88-м году брал у неё интервью, она ещё была не похожа на себя нынешнему. Там не о ком говорить, она просто как и многие эстрадные звёзды. Мы привыкли, знаете, это была моя когда-то ошибка, я думал, вот если он в кино играет такие роли, ну, наверное, это в жизни мудрец. А часто оказывалось, что в киноролях под руководством режиссёра это гиганты, а в жизни просто придурки. Ну, без ума, без интеллекта, без образования. Так часто бывало. Деградировавшие, спившиеся личности, где просто негде, не за что зацепиться. Лариса Долина, ну, просто это... Кто она такая? Кто она? У неё хороший голос. Хороший голос. Что она спела, что она сделала? Погода в доме, что там, и в мейс-джазе, ну, и что дальше, что? Ну, знаете, для меня, как для человека, который очень долго работал в шоу-бизнесе администратором, и антрепенёром, и менеджером, и прессарием, кем угодно, для меня мерило одно. Соберёт человек зал или не соберёт зал? Ну, пусть Долина соберёт зал. Я хочу посмотреть, кто за билеты придёт на её концерт. Я хочу посмотреть, кто за билеты придёт на концерт шамана. Ну, это бред. Никто не пойдёт на эти концерты за билеты, за деньги. Вот мерило популярность. Не звание, не гонорары, а именно зал. Иди, собирай зал. Там всё рассказывают. Рассказывают. Те российские артисты, которые остались на стороне Владимира Путина, там есть те, кто могут собрать залы? Вот если сейчас на сходку. Это кто? Да. Ну, одного человека не хочу называть, потому что жизнь с ним прожита. Он собирает залы. И то я не уверен, что он поддерживает Владимира Путина. Так, кто у нас там за него ратует? За Путина? Расторгуев? Расторгуев, думаю, да, соберёт залы. Любе соберёт залы. Газманов? Ну, наверное, да. Наверное, да. Скорее, да, чем нет. Много хитов спета им и Расторгуевым. У них есть своя аудитория. Скорее, да, соберут. Не думаю, что большие, как раньше. Ну, что-то соберут. Соберёт что-то, наверное, Серов на остаточной популярности под фонограмму «Открывай рот». Что-то соберёт, придут престарелые его поклонницы. Боже, тоже стыдоба какая. Саша Серов, который прожил в Украине столько лет, который сам с Украины, который здесь состоялся. Саша Серов, владеющий украинским языком совершенства. Я недавно увидел какое-то интервью, он про украинских фашистов что-то рассказывал. Боже, как у него язык не отсохнет. Какие фашисты, где он их видел? Как можно про свою родину, которая тебе дала твой голос, твоё естество, всё тебе дала Украина? Кошмар. Ну, деньги. Поэтому они выглядят плохо, потому что внутреннее состояние отражается на лицах и на животах. Те, у кого внутри всё правильно и кто понимает, что он прав, они выглядят хорошо. А те, кто играет роль и понимает, они не могут не понимать. Ну, Серов, он дурачок, конечно, но там есть люди, я Газманова дураком не назову. Я не знаю, как он себе внушил ту ересь, которую он несёт в интервью и со сцены. Я не знаю, он же всегда был очень просоветским, там, песни офицеры и вообще рождённый в СССР. Он всегда был очень конъюнктурным, потому что за песню «Москва звонят колокола», Лужков платил ему огромные деньги, потому что песня офицеры кормила его на всяких военных мероприятиях, это огромные деньги от государства. Он всегда был очень конъюнктурным, очень талантливым. Смотрите, я никогда не скажу те вещи, которых нет. Ну, Газманов талантливейший человек. «Талантливейший». Он прекрасный композитор, он хороший поэт, он артист со своим лицом, но он подонок, циничный подонок. Там много таких. А Филипп Киркоров, это более сложное? А это, слушайте, ой, а Люба Успенская, боже мой, женщина, родившаяся в Киеве, киевлянка, опять-таки, так любившая Украину, приезжавшая сюда до последнего, боже, она приезжала до 22-го года сюда, я с ней неоднократно встречался в Киеве. Гражданка Соединённых Штатов Америки, тебе что не имётся? Тебе что надо? Гражданка США, ты чего Путина поддерживаешь? Ну, понятно, что надо, ей нужны деньги. Помешан на деньгах. Михаил Захарович Шуфутинский, хороший человек, умный, между прочим, гражданин США. Михаил Захарович, вам что надо от Путина? Что вам надо? Звание народного получить России? Без этого никак? Удивляет, просто удивляет. Если Люба ещё там с интеллектом вопросы, то такие люди, как Шуфутинский, но там вопросов нет с интеллектом. Ну, это кошмар. Это кошмар.